Мы как раз таки работаем, потому что у нас удаленная работа, так что нормально все. Работу посещать офис мы не будем, не планируем. Одобряю такие меры, собственно говоря, ушел на каникулы с вчерашнего дня, из дома работаю. Никуда выезжать не собираюсь, в магазин сходил, закупил продуктов на 4 дня. У нас под Москвой дом, поэтому мы уедем туда, и я думаю, найдем чем заниматься. Я шью, я вышиваю, я вяжу. У меня три кота, я могу с ними пообщаться. У меня муж, с которым я могу поговорить. Мы можем поиграть на стольные игры, можем посмотреть интересные фильмы, можем почитать книгу. Реакция властей довольно адекватная. Если от нас не скрывают цифры, вроде бы у нас не такой какой-то радикальный сценарий происходит. Я не знаю, насколько это поможет сдержать всех от выгуливания себя в общественных местах, но надеюсь, поможет. Инкубационный период ждет 14 дней, и неделя, мне кажется, просто недостаточно. Нужно как-то больше людей тестировать. То есть, мне кажется, недостаточно тестирования, в плане того, что тестируют только, насколько я знаю, тех, у кого есть какие-то явные симптомы, или тех, кто вернулся. А просто людей, которые ездят в общественном транспорте, вот, ну, их не тестируют пока. Сравнительно с Европой это недостаточно жесткие меры, потому что там, ну, как бы вообще всех дома закрыли, по сути дела. И все равно, я думаю, что в России коронавирус все-таки будет еще распространяться, распространяться. Я каждый день передвигаюсь на метро, я не вижу, что было какое-то усиление по помывке там полов, протирке эскалаторов вот этих, да, там, поручней. Работают все еще кальяны, по-моему, это вообще ужасно. Запретили, может быть, на законодательном уровне, но не по факту. Вот, то есть, мне кажется, то, что можно было бы какие-то более жесткие меры предрасторожности вести. Ну, конечно, всеобщая паника. Ну, мне все это казалось какой-то просто фикцией, все такое. А сейчас уже там чуть ли не метро хотят закрыть, вот, и социальные карты обнулили, уже как-то это тревожно, если честно. Сильно раздута вся эта история. Очень сильно раздута, потому что элементарные нормы гигиены соблюдать. В принципе, всегда нас учили еще родители с детства, в каждом возрасте, с поколения в поколение. Если люди этого не соблюдают, ну, начинается сразу паника, что делать, куда бежать. Ну, мы стараемся не поддаваться панике, потому что мы понимаем то, что проблема есть, как бы, все плохо, и, возможно, даже мы не знаем большинства моментов, то есть, там, может быть, количество скрывается, но все равно страшно. Как бы мы сейчас гуляем, но на самом деле как-то не по себе. Спасибо. 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 Спасибо.